только у тех которые при посадке хорошие хвостики после сертификации нет если хвостик выпустили после сертификации да это знак качества это знак качества как по вашему опыту все же угадать со сроками начала сертификации то есть тогда по-другому теперь важно понимаю допустим прошло два месяца вы берете банку пора садить вы высыпаете я бывает это дело прямо на грядку они все спят все равно сажу если увидел что несколько из них проклюнулись несколько допустим вот вот то что вы как вы там написали сейчас хвостики выпустили эти уже можно на постоянном месте если их беречь то есть не дать мышам ее доесть и сожрать уже готово дерево на постоянном месте если спят можно сидеть погуще и спящих не каждый взойдет они вдруг у друга воруют воду вы должны знать если пожалеете банки не хватит влаги допустим банки вот такой вот ну по объему так столько песка вот вот столько вот это вот и 10 рядышком 1 выпустила хвостик и сожрала все влагу сосала себя соседние уже не взойдет во все в этом году это только надо эти детали знать вот угадать суток в суде тихо вы никогда не сможете почему смотрите я слежу полтора месяца допустим для банки лежит полсотни кости полтора месяца прошло пять штук из сотни ну так уже беру среднем из полсотни уже проклюнулись их можно высаживать остальные спят опять холодильник жду получилось два месяца из 50 еще 20 зашло а эти тоже высаживаю а потом наступает момент там еще почти половина осталось они не хотят покрыться и вот что интересно мне так обидно когда не дослушал меня не дочитал не выписал книги не выписал диски они держат и холодильники до июня а почему мы и не взошли а я еще ты взял что они взойдут если там холодно и темно и уже и влаги не хватило счет взял тогда наоборот то есть пришла пара вы увидели половина взошла вторая спит высаживайте и те и тену те желательно на постоянные места эти пусть хотя бы временно а еще есть особенность такая почему не всходит 100 и 100 потому что природа загадала так и ранняя весна одни взошли пользу и весна другие взошли засуха не взошли почему хочу им сходить то если влаги нет сильно влажно сгнили чуть не удобные условия они не хотят сходить или не могут зайти и самое главное смотришь год прошел о чудо пошли дружные сходы почему расчет на то что они ориентируясь на конкретную обстановку плюс программа заложена такая что ни в коем случае все взойти не должны какие-то должны которые допустим из 50 был зашло 50 все хорошо потом а в середине лета выпал снег а что в руси такие годов не было голод снег лежит летом посреди лета все все погибло все погибло поэтому все не всходят закупали 50 зашло 40 проходит год эти 40 погибли а на второй год смотришь полезли эти остался это называется страховой фонд это запасной вариант это это сам природа предусмотрела сопротивляемость таким образом то есть нас всех не это не убьют почему мы поспим вот примерно так и рассуждаем так что угадать еще и еще причину почему нельзя угадать объясняю последующей причине значит они гибридные они не могут зайти и уже сколько таких случаев было я даже даже уже как бы повторяюсь цитирую сам себя все амор взошли все серафима ни одна не взошла а в 1 все делалось в один год а кто папа у серафима а кто папа амор а мы откуда знаем один европейец второй канадец а третий это дальний восточник а чё это вообще с китая подгадать невозможно все гибридное нас убираем средние сроки молим бога что если вы 100 косточек купили чтобы у вас по это же неплохо 50 сад из 50 абрикосовых мощных деревьев а это во мне эти дохлите которая даже не просыпается после посадки сами выросли вот так вот я примерно рассуждаю татьяна пишет мне нужна книга садоводства то есть получается садоваться до избранных судьбой правильно просто полторы тысячи 300 рублей запишу она тяжелая зараза и не всегда берут по дороге есть такое свойство вот 1500 ну хорошо 200 рублей напомните ладно ну дальше дальше давайте разговаривать 258 960 776 8672 она того стоит это тот же учебник потом пригодится детям вашей семье она всегда пригодится александр свиридов здравствуйте из оренбурга валерий картеевич вам звонили или связывались у вас дома алекс петрович нет не звонил и не связывался алекс петрович я бы это было для меня событие я бы об этом знал уж извините может быть и вас вас это расстроит алекс петрович мне не звонил хоть и вы сказали что не хотите связываться но каждый фильм плетите здорово с удовольствием почему не хочу связываться ну как не хочу связываться вот если олег петрович скажется и до 100 тысяч таких не помогу издать я с гостюма там этот такой тип из падения там эту книгу ключем в обе даже не в эти там как-то называется когда из не школьное чтение как-то вот а мы эту книгу включим в эту прям программу чтобы эта книга была вместо вот это вот это вместо вот это вместо вот это вот как-то я против учебные хотите дать вам туда вести я так по ушу тебя я не не кричу не слышно вас я благодарен вам за то за то что вы пытаетесь у меня найти этого нашего найти нашего человека возможно лишь петрович это вот есть тот самый наш о котором я все измечтает значит есть еще порох мы же поддержим я подал заявку другие тоже могут подать заявку сардане владимировне в госдуму а хочу блять добьемся вместе снижения вранья в интернет-магазинах рекламе химии нет без по что против доллара против даже деревянного рубля вы полный ноль и ваша госдума тоже полный ноль не убавить его рекламу никогда выключите телевизор вы посмотрите какое здоровье нам обещать чем независимо от возраста включите радио это это ужас это сейчас на рекламе держится все если не будет рекламы телевизор работать не будет просто отключить телевизор и все скажет вон пошли нахер никогда вы что это святое реклама это святое извините опять разволновался но в этом направлении работает пусть будет сардана владимировна в госдуме а вдруг это 2 вот алис петрович и она я не знаю кому речь идет а вдруг эти люди как раз есть наш снижение вранья невозможно устраивать под по другой причине его надо чем-то заменить а здесь получается чем больше скалечите больше его ниже купишь этого ядов и прочих этих самых удавлений смотрите здравствуйте разбег делаю 2 недели о люблю николаевича ой какой мужик слушаем разбег делаю 2 недели закладываю 3 этапа тогда примерно получится хорошо хоть одна из волн попадет на стопа ура молодец я не догадался сказать а вот догадался весну тоже не угадать может ранее позднее рано прогрессе храню холоде вот спасибо что подсказали меня все время а это болезнь такая уже наверное за все годы не одна сотня а уже на несколько тысяч мне прислали гордо фотографии вот они на подоконнике они растут в тепле нельзя николай спасибо напомнили только проклюнулись да можете в горшочке и в холод холод вот тогда могут дождаться уже настоящего тепла на улице так лоббасов всем добрый вечер я с ним все же знаю как подвигаются дела ну в единственный случай мой почему я небольшой скептик был случай такой да наш сибирский гений вот байкалов вот иван леонтич он меня терпеть не мог это было вот ну и были на то причины значит такие мы не ругались нет разные результаты отсюда была какая-то это самое вот и вдруг не я а мне присылает его фильм не фильм письмо где он обращается к этим самым караул у меня уникальная коллекция приписал я повторяю что это было где-то питаться за у меня уникальная коллекция я живу на дальшем участке вот не более того мне нужна земля лучшее место а он же не дурак то есть наоборот он гений не то что не дурак он гений а у нас два места где прекрасно растут абрикосы а у него новые сорта развиваться надо у нас есть два места называется гора самохвал и поселок подсиние так сложилось это благодаря они все это аномальное тепло и ну не аномальное слово на мали не видится там наиболее комфортные условия именно для абрикосов вот и он попросил дать ему землю вы знаете что куда могло послать его в это правительство ну ясно куда куда в таких случаях посылает есть так на лиц такое мягкое выражение по сексуальному адресу ладно я когда просил про меня не просил поддержки нет но в то время я был уже круче всех хакасии красавском крае сибири вот меня печатала москва ну был такой период был вот я не выдержал и написал письмо в госдуму госдуму его письмо и скажу есть уникальный садовод и это надо расширяться и море его надо именно почини это можно заложить новый сад а он еще был ну как бы он еще был физически способен это сделать помогите и на пошли звонки уточняли то есть это мне надо примеры приводить что я не случайно я не из этого не не с это не со свиным рылом лезу калашный ряд что я говорю о деле государственной важности да вы что да правда представлялись не не депутатами нет несколько чек да вы что совершенно у вас хакаси у вас красавец того что обреку домой сейчас домой все на уши по вот это было потом звонок внимание я разговаривался сами виноваты надо было такой вопрос поднимать вот внимание звонит один из них я уже не помню ничего и говорит вы знаете мы то есть госруководство госдума или там кто-то или депутаты хрен его знает там обратились правительство хакасии вот и правительство хакасии сказала байкалову земельный участок еще чего дело в том что там земля дорогая настолько что это соответствует московской рублевке чем вот вам и вот вам и садоводство вот вам и перспективы и где теперь его сорта понимаете прошло несколько лет он умер вот а вот это вот реакция госдума извините но нам так ответили этот правительство хакасии мол куда типу со свиного рода это бывший директор минусинского плодопитомника это заслуженный агроном россии я все это все подчеркиваю это не чех с улицы это уникальная вещь это уникальная сорта участок под синим что вы рублевка я не виноват зови меня